Кульминация праздника Курбан-Байрам – заклание жертвенного животного. Для проведения этого обряда Муфтиад Дагестана совместно с администрацией Махачкалы подготовил специальные зоны за чертой города. Как и в каких условиях проходил священный обряд на одной из таких площадок, расскажет Курбан Рагимов. Совершить заклание животного можно без особых хлопот. Для этого достаточно просто приехать на спецплощадку. Здесь, на территории ипподрома, есть все условия для совершения этого обряда. Приносить жертву можно разных животных, но основной спрос всегда на мелкий рогатый скот. Бараши везут из разных районов республики. Средняя цена около 8 тысяч рублей. На месте работают около 300 волонтеров. Они консультируют по всем вопросам. У меня барани с алпийских лугов, где этот водораздел хребет есть. Сулак саму реку отделяет оттуда, Кулинский район, где шелка и пуд. И именно хорошие, вкусные барани отобрал, чтобы людям на праздники, чтобы довольны были. Выбрав жертвенное животное, верующие направляются на место для закалывания. Здесь его режут по всем нормам ислама. Созданы все комфортные условия, чтобы человек пришел и Курбан совершил весь обряд. Для этого есть стоянка. На стоянке люди, которые обеспечивают порядок. Далее сюда он приходит, выбирает себе животное. Ему его нарезку уже предоставляют. Нарезки уже человек режет, обделывает. И получается, там же есть люди, которые так мир читают. Вот если у него возникают вопросы, есть люди, которые отвечают на интересующиеся его вопросы, касаемые Курбан-Байрама. Все условия. Человек, чтобы пришел и от начала до конца, он зашел сюда, все то, что ему надо, здесь ему организовали и ушел отсюда. Для желающих отведать самую благодатную пищу есть столовая. Волонтеры готовят ароматный плов. В общем, организаторы постарались устроить праздничную атмосферу. Ассаламу алейкум. Поздравляю всех дагестанцев с этим замечательным праздником Курбан-Байрам. Дай Аллах всем здоровья, счастья семье. Пусть Аллах примет, как говорится, жертвоприношение и всех молитв, и чтобы было все хорошо у всех. Желаю счастья, здоровья, чтобы им они были все, вот так побольше были такие люди. Без войны. Для меня праздник, для всех нас. Для вашей семьи, что это праздник, как вы будете отмечать? Очень хорошо. Будем вовлетелать. Раздадим. Барена порезали. Раздавать будем. Раздавать будем. Боценикам, кому можем. Дай Аллах всем, чтобы могли вот так же отмечать праздник. С праздником Курбан-Байрана, чтобы каждый мусульманин смог в этот прекрасный день порезать Курбан, чтобы осуществить своих родственников, близких, соседей, чтобы у каждого дома был достаток благополучия всем и всего хорошего. Всем желаю имаму побольше здоровья, чтобы благополучия, мира на земле. И вот ваша семья как отмечаете праздник? Наша семья с утра накрыли праздничный стол, ждем гостей, очень празднично отмечаем. В день праздника принято вспоминать о других людях. Одну треть мяса жертвенного животного верующие должны передать малоимущим, другую соседям и еще одну треть оставить семье. Специальные площадки будут функционировать не только в день праздника, но и в последующие три дня. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.